Сегодня мы рассмотрим такой сериал, как «Роковой патруль». Он вышедший на стриме в форме DC. Почему я выбрал именно сериал для просмотра, ну и потом для обзора? То, что про сериал, видно, можно много чего сказать. Он такой нетипичный, немножко криповый. И сейчас мы рассмотрим это более детально. Итак, это сериал об отбросах. Каждый персонаж имеет определенные проблемы, связанные с физическими или психическими расстройствами. Это не та ситуация, когда герои рождаются суперспособностями. Нет, они ими скорее обременены. Начинается это все с брак похождения Бернарда Фрейзера, он же Роботомэн. Известный гонщик, угодивший в автокатастрофу. Крутейший персонаж, как по мне. Тот случай, когда сопереживаешь персонажа без всякой мимики с его стороны. И, конечно же, ему мне обязаны одной из крутейших акшн-сцен в фильме, где наши персонажи, заметьте, не хочу называть героями, сражаются с нацистами. Там было море кровищей, и все было поставлено просто на ура. Также одним из главных персонажей является Безумная Джейн, психопатка с 64 личностями внутри, каждый из своих своей суперсилой. И некоторые довольно забавные. Позднее к ним присоединяется Киборг, член Лиги Справедливости. Вот здесь мы можем его наблюдать в этом эпизоде с отрыжкой осла. В котором затерялась Джейн. Также в саму команду «Роковой патруль» входит бывший летчик Ларри Тернер, столкнувшийся с инопланетным существом, полностью обгоревший. Да, да, это тот гей, похожий на Мунию. И ему будет уделяться его отношениям очень большая роль в сериале. Очень много экранного времени. Также не забываем про известную актрису Риту Фар, звезду 50-х, обрезавшую суперсилу, превращаться в какую-то какашку. Да, это Рита Фар. Хочу сказать, в этом сериале действительно сплелись воедино такие абсурдные вещи, вот этот весь черный юмор, который играет буквально на грани фола. И достаточно серьезные на самом деле вещи, такие как отношения к семье, непринятие людей социумом, этот моральный выбор. Но тут мало указан моральный выбор, и немножко позже я скажу почему. Так вот, у каждого из этих персонажей, ну, разве что кроме Дженни. Кстати, насчет Дженни хочу сказать, что кто-то скажет, что актриса не очень хорошо справилась, типа сложно отличить одного персонажа от другого, но я скажу, что с этой ролью нормально не справился бы никто. Это абсолютно чудовищная роль, то есть я не представляю, как ее играть. Ни малейшего понятия не имею. Как по мне, девочка справилась неплохо. Так вот, почему все-таки мне понравился этот сериал? Потому что, во-первых, сложно предугадать, что будет дальше. Я сидел на протяжении всего сериала, и я не знал, что будет дальше. Имея такого злодея, особенно, то есть, который ломает еще четвертую стену, и обращается напрямую к зрителям, знает, что он в сериале, мистер Никто. У каждого персонажа можно сказать, что нормальная мотивация. То есть нет такого, что они пошли туда, и с ними случилось... Ну, первая серия, а разве что. И с ними случилось то, из-за чего они стали что-то делать. Нет, у них есть нормальная человеческая мотивация. Почему они хотят спать у своего шефа? Почему они поступают так или иначе? Почему они испытывают такие чувства? И почему они настолько, можно сказать, что не уверены в себе некоторые из них? Нет мотивации разве что у шефа. И сейчас я объясню, почему. Потому что нужно было оставить кого-то клишированного, там, безумного ученого. Хотя даже ему в конце немножко... Ну, когда раскрывается, что это он все замутил, грубо говоря, начинаешь как-то... Ну, более так к нему относиться, знаешь, неоднозначно. И на самом деле, каждый человек, он реально человек. То есть ты понимаешь, почему... Ты понимаешь этих персонажей. И это очень хорошо. Что опять же хочу сказать из минусов сериала. Минусы, как по мне, это то, что декорации. Вот даже не столько спецэффекты, сколько декорации. Они поставлены довольно так, посредственно. Я не буду тут особо сильно придираться, потому что мы все понимаем, что такое ТВ и что такое большие экраны. Но... При этом неплохо сделана операторская работа. То есть это не настолько сильно бросается в глаза. Можно просто сказать, что... Можно было лучше поработать над этим аспектом. Это такой... Ну, единственный весомый минус, который я нашел. То, что иногда все смотрится слишком сериалистично. Ладно. Спасибо за обзор. Такие дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!